Сегодня у Гомеля прошел рашистый сход, просвещенный Дню Белорусской науки. На специализованной выставе проставили распроцовки и выники доследований, у какими саправды можно гонориться. С экспонатами ознайомились наши корреспонденты. День Белорусской науки – подея, которая позволяет еще раз осанить ее роль в развитии громадства. Хоть и сказать об обособленном развитии науки так сама нельга. Сегодня наука – понятие интернациональное. На Гомельшине выучать замежный опыт начинают еще в старейших классах. Перш за все, гэта тыжится в учнях, які принимают чудел в международных олимпиадах и проектах. У Гомельской областной науково-техничной библиотецы зараз можно ознайомиться практически с любыми напрацовками, яких нема у открытым доступе. Библиотека имеет более 40 баз данных. Это европейского естественно-патентного ведомства и других зарубежных стран. Америки, например, Японии. И, безусловно, эти ресурсы очень востребованы на сегодняшний день и очень актуальны. Так как мы понимаем, что наша экономика без развития, она, в общем-то, не сможет добиться хороших качественных результатов. Сегодня в Беларуси до науковой деятельности мают вздошенение не только специализованные институты, але и все вышедшие научальные установы. Только на Гомельшине это тысячи человек, які займаются саправды запотрабованной справой. По часу рашистого сходу огучиваются летошние выники. По лицензиях института металлополимерных систем вырабляется продукция амаль на 800 тысяч долларов. У институте радиобиологии летось проводились доследования по уплыве на здоровье электромагнитного опроменьевания. Этот проект вошел у топ-10 науковых выника у складины Национальной академии наук. Тут же распроцованы методы оценки ДОС опроменьевания, особливо небеспешным радионуклидам, америциям. У институте лето проведены доследования, які дозволяють повысить устойливость биосистемы. Дарайши сами вученые с думкой об тим, что для развития региональной науки меньше умолчим для науки столичной, категорично не згодны. Коли есть кадры, будзе и выник. Определяет не регион, не место, где находится то или иное научное учреждение, не даже учреждение, в котором работают ученые, а уровень работы. Если уровень работы соответствующий мировому, соответствующим тем высоким критериям, которые предъявляются для вхождения в той или иной программы различного уровня, то финансирование будет получено. Если этого нет, то финансирования не будет. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Телерадио, компания Гомель.